Это может повысить риск резкой коррекции на рынках, которая способна вызвать стресс в масштабах всей финансовой системы. Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди, и на прошлой неделе Илон Маск предупредил мир о том, что доллар будет обесцениваться из-за постоянно растущего долга и ужасной политики. Государственный долг США сейчас самый высокий в истории. Это десятилетия государственных расходов, таких как Медикейт и других медицинских услуг, вооруженные силы США, продовольственные талоны и другие пособия. Сейчас он составляет более 34 триллионов долларов. Многие опасаются, что стечение обстоятельств приведет к тому, что США попадут в долговую спираль. Справедливости ради нужно отметить, что такая ситуация наблюдается не только в США. Например, у Китая соотношение долга к ВВП в 2,5 раза больше, чем у Америки. И основные фиатные валюты мира показывают одну и ту же картину. Китай, Япония, Канада, США, Евросоюз. Все они печатают деньги и раздувают долги, чем и обесценивают их. И если бы речь шла только о Биллоне Маске, я бы сказал, что, возможно, он ошибается. Но подумай, вот о чем об этом говорит и министр финансов США Джанет Йеллен. Она называет это естественным желанием диверсификации. Джером Паул, председатель ФРС США, также призывает срочно сосредоточить внимание на устойчивости долга. Международный валютный фонд только что выпустил это предупреждение. Увеличение газдолга – это тревожно. Что-то придется отдать. И если соединить все это вместе, то ты увидишь одну четкую картину. Рэй Далио – это основатель компании Bridgewater, которая в 2013 году стала самой успешной частной инвестиционной компанией на планете Земля. Рэй Далио написал книгу под названием «Меняющийся мировой порядок». И я считаю, что они выкатили это название публично, чтобы нормализовать ситуацию. Чтобы когда это произойдет, а я верю, что это произойдет, никто не удивился. Потому что мы же видели эти названия от самых известных инвесторов мира, коими является Рэй Далио. Они нас готовят этими названиями. Итак, этот мультимиллиардер написал эту книгу. Он сделал свои деньги, делая ставки на тренды, делая ставки на то, куда и как движется мир. Вот о чем эта книга вкратце. Несколько лет назад Рэй Далио заметил стечение политических и экономических условий, с которыми он не сталкивался раньше. К ним относятся огромные долги при нулевых или почти нулевых процентных ставках, которые в итоге приводили к массовому печатанию трех основных мировых резервных валют. Это также привело к большим политическим и социальным конфликтам внутри стран, особенно в США. В связи с этим произошло возвышение других государств, таких как, например, Китай, который бросил вызов существующей мировой державе США и ее существующему мировому порядку. В последний раз такое стечение обстоятельств произошло в период с 1930 по 1945. В этой книге Рэй Далио также описывает то, что называется «большим циклом». Он говорит, что мы сейчас уже входим в такой. Через большой цикл проходили все империи мира – голландская, британская и американская. Этот цикл определял успехи и неудачи всех крупнейших стран мира на протяжении всей человеческой истории. Так почему же Рэй Далио пишет об этом на весь мир? Почему Илон Маск, Джанет Йеллен, Джером Пауэлл, Международный валютный фонд и Федеральная резервная система США говорят одно и то же? Почему миллиардеры покупают фермерские земли, золото, серебро и даже биткоин? Потому что они покупают то, что, по их мнению, будет расти в цене по отношению к доллару в ближайшие десятилетия. И, соответственно, по отношению к другим валютам мира тоже. Кстати, не забудь поставить лайк прямо сейчас. Без него мы дальше не сможем поехать. Это наше топливо. Поставил? Большое спасибо за поддержку. Итак, посмотри на это. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что следует ожидать постепенного снижения доли доллара в мировых резервах, но при этом доллар останется доминирующей валютой. Форбс пишет, смертельная спираль доллара США. Опасения по поводу кризиса растут после того, как Банк Америки выпустил шокирующее предупреждение. Мы добавляем 1 триллион долларов долга каждые 100 дней. А Международный валютный фонд пошел еще дальше и говорит, чтобы мы готовились к коллапсу американского доллара. Что очень интересно, так это то, как быстро растут страны БРИКС. Посмотри, 40% населения Земли уже пытается попасть в БРИКС, а это 25% глобальной экономики. Мы видим, что в БРИКС пытаются попасть такие страны, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Иран, Аргентин, Алжир, Боливия, Индонезия, Египет, Эфиопия, Куба, Демократическая Республика Конго, Казахстан, Габон, даже Северная Корея и так далее. Посмотри на этот огромный список. Это шокирует. Итак, все эти страны присоединяются. И пока они присоединяются, Китай продает доллары. Они продают доллары, но покупают золото. Например, китайские банки продают доллары для стабилизации курса юаня. Посмотри, как на этом фоне китайское правительство продает американские облигации. И особенно активно с 2022 года. В начале 2010-х годов на долю Китая приходилось почти 50% всех казначейских бумаг США, которыми владели иностранные компании. Но с тех пор этот показатель упал до 27%. Если рассматривать весь объем американского долга, то доля, которая принадлежит Китаю, резко сократилась с 10% до 2%. И они делают это в течение очень длительного времени. Просто сейчас темпы продаж доллара и напротив покупки золота зашкаливают. Ты просто посмотри на этот взрыв. За этой тенденцией стоит следить. Объемы торгов золотом в Китае сильно выросли. Кроме того, Центральный банк этой страны стремительно накапливает золото. Это очень позитивное событие для драгоценных металлов. Не так ли? Итак, события разворачиваются на полную катушку с рекордной скоростью. Просто посмотри на этот график, какой огромный скачок. И все это происходит на фоне военных конфликтов, ростом долговой нагрузки и, как следствие, обесценивание доллара. Что и ведет к росту цен на золото, которое с октября 2023 выросло с 1800 долларов до 2400 долларов в апреле 2024. И даже биткоин вырос с 15000 долларов до 62000 долларов на данный момент. Это происходит, потому что инвесторы стремятся найти убежище для своего обесценивающегося капитала. Ларри Финкес Блэкрок говорит, что биткоин – это класс активов, призванный защищать тебя в том числе и от геополитических рисков. Вот что он сказал. Я считаю, что они, золото и биткоин, растут, если мир напуган, если люди боятся геополитических рисков, боятся собственных рисков. Но военные конфликты и геополитические риски – это не единственная причина роста. Посмотри на это. Список стран, возглавляющих мировые усилия по декарбонизации. Это Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Финляндия, Великобритания, Новой Зеландия, Франция и Исландия. Также в этот список можно добавить Канаду и США. Все эти страны активно работают в этом направлении. Но чтобы сделать это успешно, нужны огромные деньги. И по их оценкам это около 9,2 триллиона долларов в год. Компания McKinsey в своем отчете за 2022 год заявила, что расходы на системы энергосбережения, на эффективные земли использования, на зеленые технологии и на экономику с нулевыми выбросами будут стоить в среднем 9,2 триллиона долларов в год в период с 2021 по 2050 годы, что составляет ежегодное увеличение примерно на 3,5 триллиона в год при текущем уровне расходов. Теперь ты понимаешь, что произойдет до 2050 года? Мы будем печатать больше денег. И мы увидим, как все больше стран будет стремиться к снижению риска от владения долларами. Интересно, что все эти страны, которые стремятся в БРИКС, собираются извлечь выгоду из этой климатической тенденции. И зачастую ради этой выгоды они пренебрегают экологией и климатом, о котором так пекутся западные коллеги. Как ты видишь, обеим противоборствующим блоком палец в рот не клади. Ради своей выгоды и лидерства они готовы на все. Китай, например, в отличие от стран большой семерки, вкладывает огромные деньги в уголь. Итак, 9,2 триллиона долларов в год на экологические инициативы до 2050 года. Насколько же раздуется денежная масса? И представь себе, что будет тогда с золотом и биткоином. Но это еще не все. Джо Байден, например, предложил выдавать 400 долларов в месяц в течение двух лет покупателям первого жилья. Вот тебе и возможный новый раунд вертолетных денег, как в 2020 и 2021. И потом, помимо этого, они собираются выдавать кредиты на сумму 980 миллиардов долларов по всей Америке. И эта сумма может вырасти до 2 триллионов долларов уже к осени этого года. Мы говорили об этом в прошлых видео. Но теперь забудь об этом. Никаких 980 миллиардов, никаких 2 триллионов, как насчет 3 триллионов долларов. И по их словам, это не повлияет на инфляцию. Как это может не повлиять на инфляцию, если вы даете 3 триллиона долларов в руки американцев? Конечно же, это окажет какое-то инфляционное влияние. И теперь мы еще видим, как Соединенные Штаты Америки дают финансовые спасательные круги не только своим гражданам, не только своим бизнесам, как это было во время пандемии коронавируса. Они спасают целые страны. Это какой-то новый уровень. США бросает спасательный круг Японии. И таких стран в будущем будет еще больше. Банк Японии изо всех сил пытается защитить свою национальную валюту от обесценивания в первые 4 месяца этого года. Из-за давления более высоких процентных ставок в экономике что-то начинает трещать. Зачем Соединенным Штатам спасать Японию? Ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Ответ заключается в том, что Япония владеет американским долгом на сумму 1,2 триллиона долларов. Вот почему они ее спасают. И если бы они не помогли Японии, Япония, скорее всего, начала бы продавать тонны и тонны этого долга. Они бы продали большую часть этого долга. И они продали бы этот долг в самое неподходящее время. Потому что Соединенным Штатам, наоборот, нужны покупатели для их долга. Мы уже с тобой поняли, что как минимум на экологические инициативы Америке придется продавать свои долги на триллионы долларов в год. Кому же их продавать, если не будет покупателя? Вот почему они спасают Японию. Но для рынка это скорее хорошо. Немного ликвидности не помешает. Например, только в этом году Соединенным Штатам нужно продать казначейских облигаций на 10 триллионов долларов. Барри Стернлихт. Генеральный директор и основатель Starwood Capital. Он один из крупнейших инвесторов в недвижимость Америки. В его владении находится недвижимость на 115 миллиардов долларов. И несколько дней назад он выступил с предупреждением, заявив, что ожидает еженедельного краха банков из-за повышения процентных ставок. Он пишет, что в неделю будет одно или два закрытия банков. Послушай вот это предупреждение Банка Канады. Инфляция в большинстве стран снизилась, и целевые показатели инфляции находятся в пределах видимости. Однако на рынках может наблюдаться волатильность, поскольку меняются ожидания относительно того, когда и насколько центральные банки будут снижать ставки. Кроме того, на горизонте до сих пор сохраняются важные геополитические и экономические риски. На этом фоне домохозяйство и бизнес продолжают адаптироваться к повышению процентных ставок. Некоторые индикаторы финансового стресса уже выросли. В то же время стоимость некоторых финансовых активов, похоже, стала чрезмерной. Это может повысить риск резкой коррекции на рынках, которая способна вызвать стресс в масштабах всей финансовой системы. Недавний рост использования заемных средств небанковскими финансовыми учреждениями может усилить последствия такой коррекции. Иными словами, Банк Канады говорит нам о том, что вся финансовая система сейчас находится на грани. Достаточно лишь одной коррекции для того, чтобы ее угробить. И на этом фоне заявление Агустина Карстенса, генерального директора Банка международных расчетов, наводит на некоторые размышления. Он сказал, что иногда нам нужно гигантское землетрясение, которое приведет к фундаментальному переосмыслению финансовой системы и поспособствует развитию совершенно новой архитектуры. Итак, Банк Канады предупреждает о том, что финансовой системе, которая существует, грозит системный стресс. После чего мы видим вот это заявление от Банка международных расчетов о том, что именно такого рода стресс нам и нужен, чтобы переосмыслить всю финансовую систему и построить совершенно новую архитектуру. Соединяя все эти высказывания, это звучит так, как будто они делятся своими планами. А вот тебе небольшая историческая справка о Банке международных расчетов. Банк международных расчетов проделал огромную работу по управлению международной системой с тех пор, как он был создан частными европейскими центральными банками в 1930-м. Что самое интересное, сразу же после его основания старая финансовая система подверглась огромным гигантским землетрясениям. Британия отказалась от золотого стандарта и девальвировала свою валюту в 1931-м. Рузвельт конфисковал золото в 1933-м. БМР, Банк международных расчетов, также помог финансировать обе стороны Второй мировой войны. Также он профинансировал почти полный крах всего в 2008-м. И сейчас он говорит после заявления Банка Канады о том, что нам грозит системный кризис, что это хорошо для того, чтобы построить что-то новое. Что произошло во время пандемии коронавируса? В условиях низких процентных ставок многие банки выдали много кредитов. Многие инвесторы, многие синдикаты, которые занимались недвижимостью, сделали очень много плохих инвестиций. Многие владельцы недвижимости покупали объекты, думая, что все будет замечательно, что мы скоро вернемся к нормальной жизни после начала пандемии коронавируса. Но потом они повысили процентные ставки самыми быстрыми темпами в истории. И по сути, сейчас они вытягивают ковры из-под ног региональных банков по всей Америке, по всей Канаде и по всем другим странам. Вытягивают ковры из-под ног синдикатов, домовладельцев, владельцев недвижимости, инвесторов в недвижимости и так далее. И что произойдет, пока этот ковер будет вытягиваться из-под ног все больше, кроме коллапса региональных банков? Мы увидим то самое гигантское землетрясение, о котором говорит директор Банка международных расчетов. Но также мы увидим, как люди, финансовые институты, страховые компании, пенсионные фонды, суверенные фонды будут искать способы защитить и сохранить свои богатства в условиях этого масштабного перехода из старого в новое. Где они могут это сделать? Например, в золоте, в серебре, в земле, в биткоине, в сырьевых товарах. Особенно в тех из них, которые связаны с электрокарами. По прогнозам S&P Global Mobility продажи электромобилей в Соединенных Штатах могут достичь 40% от общего числа легковых автомобилей в ближайшие 5,5 лет. В прошлом году этот показатель составлял всего 8%. Таким образом, мы увидим огромный рост до 2030 года с 8 до 40%. Но они нацелены довести этот процент до 50 и даже 70%. Даже президент Байден требует, чтобы электромобили продавались в определенном количестве ежегодно. Более того, он даже готов давать деньги почти миллиона американских семей на солнечные батареи, чтобы они, наверное, заряжались прямо от них. Поэтому я считаю, что мы увидим большое движение в солнечной энергетике, большое движение в электромобилях, во всех этих товарах, которые, по сути, станут бенефициарами меняющейся повестки. Но что интересно, это то, что говорят, что Китай тоже будет участвовать в этом переходе на зеленую экономику. Но на самом деле это не так. Китай понимает, что это дорого, а он хочет сделать все дешево. В угольной стране Китая, несмотря на все обещания правительства, полным ходом идет строительство новых электростанций на угле. Китай продолжает строить новые угольные электростанции, поскольку все больше провинций вступают на этот путь. Иными словами, Китай стремится обеспечить более дешевую энергию, как следствие более дешевую рабочую силу и более дешевую стоимость жизни. Для него это важнее, чем климатические и экологические цели. Возможно, это поможет ему удержать доминирование как второй экономики мира. Честно говоря, я бы сам затруднился с выбором, что важнее, дешевая жизнь или чистая экология. Наверное, я бы выбрал все-таки экологию. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok